Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня 25 ноября 2021 года, и мы начинаем наш новый выпуск. Сегодняшний выпуск, наверное, можно было бы назвать, как христианская семья в Иерусалиме выбирает район для жизни, и почему именно так. Действительно, мы переехали, об этом уже знают все подписчики моего инстаграма, и вот в этом выпуске мы расскажем, куда мы переехали, и главное, почему. Очень многие люди задают этот вопрос, удивляются, почему мы упорно остаемся именно вот в этом районе, хотя он очень дорогой, и мы не можем здесь купить себе жилье. И вообще поговорим о районах Иерусалима, в частности, о нашем районе Абутор, в который мы сейчас отправимся с вами, о том, как устроено общество в Иерусалиме. В общем, вы узнаете много интересного и даже полезного. Прежде чем мы пойдем с вами гулять по нашему району и дойдем до нашего дома и нашей новой квартиры, давайте сориентируемся мы на юге Иерусалима. Сейчас смотрим с холма, на котором расположен монастырь святого Модеста Иерусалимского, смотрим на старый город. Впереди у вас купол над скалой, золотой купол, это храмовая гора. Слева гора Сион, справа гора Еленская, которую легко узнать по колокольне «Русская свеча». Ну а теперь мы пойдем с вами по нашему району и по дороге будем говорить о всяких очень интересных вещах. В этом районе Абутор наша семья живет уже, в общем-то, седьмой год. И несмотря на то, что купить здесь квартиру нам абсолютно не по карману, мы никак отсюда никуда не хотим уезжать. Ну, связано это с тем, что, во-первых, у этого района есть абсолютно свой дух и характер. До 1948 года этот район был полностью православным, христианским. И, конечно, сердце района – это вот то, где мы находимся с вами сейчас, монастырь святого Модеста Иерусалимского. К сожалению, нет здесь регулярных служб, храм большую часть года закрыт, но все равно жить вот так вот около монастыря, жить в том месте, где раньше жили православные иерусалимцы в основном, нам приятно. Кроме того, район смешанный. Здесь у нас и арабская деревня, и еврейская часть района. Мы вам сегодня покажем место, где будет понятно, почему так получилось, да, почему в Иерусалиме есть такие районы, как этот. Ну и, конечно же, здесь просто очень красиво, здесь отовсюду красивые виды. Здесь два шага буквально до старого города, до центра города 20-30 минут пешком, ну или 4 остановки на автобусе. Это у нас считается очень близко, удобно. Ну, а мы с вами выходим с территории монастыря. Здесь у нас вот слева синагога, это уже после 48-го года, естественно, было построено. И сейчас здесь православных жителей нет. Наверное, наша семья на весь район, ну, скорее всего, единственная, потому что арабы отсюда ушли в 48-м году, православные арабы были выгнаны отсюда. И, соответственно, все эти дома занимают евреи-израильтяне. И вот, ну, как? В принципе, есть среди них даже те, которые очень даже интересуются. И когда монастырь бывает открыт по праздникам большим на День Святого Модеста, например, приходят и даже фотографируют, смотрят, интересуются. Есть. Тут район, в принципе, культурный. Рядом парк, замечательный парк. Опять же, район на горе, поэтому даже летом здесь, в общем-то, не жарко. Он продувается со всех сторон. И парк очень тенистый. Мы буквально на полсекунды только заглянем и пойдем уже к нашему дому нынешнему. Но сегодня тут немножко шумно. Дело в том, что вот там слева находится в здании бывшей палестинской школы, арабской школы этого района, теперь находится центр подготовки к службе в армии Израиля. И вот слушатели этой школы сейчас почему-то здесь. То ли у них какой-то праздник, то ли просто перемена большая. Они вышли на качельках покачаться, как маленькие. И немножко здесь шумновато и так непривычно. Обычно здесь очень тихо. Кстати, в этом парке часто гуляют и арабские, и еврейские дети вместе. Потому что еще раз, район у нас такой достаточно либеральный в этом плане. И также в этом районе живут очень много сотрудников ООН, журналистов, всяких международных, короче говоря, сотрудников международных организаций, которые просто работают в Израиле. Вот видите, такие здесь красивые большие дома. И вот так они живут в таких вот довольно дорогих, конечно, квартирах. Но им работа оплачивает, поэтому, соответственно, для них это недорого. А внизу здесь замечательная детская площадочка. Рожковые деревья у нас прямо над головой с вами. Рожковое дерево. Сейчас плодов нет, поэтому показать не могу. Но главное, что они дают замечательную тень летом. И здесь поэтому очень хорошо гулять, даже когда жарко. Так, ну а мы идем дальше. Ну вот как раз эти ребята, которые мы только что снимали, это нездешные. То есть это ребята из других городов. А если они из Иерусалима, они точно не из этого района. Это, кстати, одна из причин, почему я, как отец, который имеет четыре дочерей, отец четырех дочерей, не хочет жить в местах, где очень агрессивные мальчики, неприятные молодежи. Вы видели, что они там готовятся к армии, они сидят там несовершеннолетно, курят. Их учителя стоят рядом, им даже все равно, хоть в Израиле нельзя несовершеннолетным курить, нельзя. Короче, все эти проблемы есть во всех израильских районах, во всех израильских городах. Очень большой уровень преступности, жестокости, агрессии. Поэтому для меня очень важно было, чтобы мои дети росли в приличном месте, в приличном районе. Конечно, хотелось бы уже купить какой-то дом, иметь покой, взять какую-то ипотеку на 30 лет или на 300 лет. Скорее всего, это так в Израиле. Но я решил это не делать, поскольку для меня важнее выбирать качественный район и важнее всего хорошая школа, где мои дети будут учиться на международном английском. Дело в том, что я сам по маме англичанин. Вообще английский язык – это мой первый язык. Я ходил в школу, в детский сад. В израильском, естественно, мой первый язык, язык, на котором я слышал сказки или детские, какие-то народные песни, это все было на английском. И, естественно, я хочу, чтобы мои дети это знали, и, конечно, чтобы они говорили также и на их мамин язык, то есть это русский. И вот как раз в таком районе, где мы находимся сейчас, видите, это как будто мы где-то в Греции, вот это вот старые палестинские такие дома. Здесь был до 1948 года, был палестинский такой христианский в основном район, в наши дни смешанный. Все, что мы видим вот здесь справа, это в основном живут евреи, все, что дальше вот сюда слева в сторону восток, это уже восточный Иерусалим. Но мы как будто мы живем на границе. Дело в том, что в других районах, если вдруг увидеть, что ребенок, например, у него цепочка с крестиком, соседи могут начать возмущаться. Получается, они могут вызывать полиции, они могут делать проблемы, вызывать муниципалитет, сказать, что мы нарушаем закон. Будут проблемы, сделают нам неприятности. Тем более, мы иногда приглашаем священников, чтобы они освящали наш дом, или просто приглашаем их чай пить и так далее. У нас не так много наших ровесников, друзей здесь. Получается, к нам иногда ходят в гости монахи, монахини. И, естественно, в нормальных, обыкновенных израильских районах соседы увидят такое, сразу начнут тебя делать пакости. То есть бросать тебе в балкон мусор, это в лучшем случае. А в худшем случае могут и угрозы, и смерти, и как бы бросать бомбы и так далее. А в этом районе живут, в принципе, более свободомыслящие, академически настроенные евреи. В том числе, да, даже ортодоксальные евреи, которые ходят в синагогах, но они как-то, вот уровень как-то другой. Понимаете, когда уровень такой довольно примитивный, бедный, люди обычно настроены очень, вот ксенофобия определенная есть. А вот здесь как раз наши дети чувствуют абсолютно свободно ходить со своими крестами. Ходить, например, когда Рождество со своими там шапками Санта-Клауза. Если мы приглашаем в гости духовенство или монахи, это абсолютно не проблема, как бы никому, как бы из этого не бывает неловко или неприятно. То есть, кстати, улица, по которой мы ходим сейчас, это до 1967 года, это была как раз граница. Иногда даже сюда ходят специальные какие-то экскурсии солдаты или местные израилетяне для поднятия патриотического настроя. То есть, рассказывают им о том, как этот район был завоеван в 1967 году, кто погиб во время завоевания этого района. Вот мы сейчас приближаемся, кстати, к одной из квартир, где мы здесь жили не так давно. Вот это очень тоже связано с разными воспоминаниями. Конечно, каждый дом для нас имеет особые ценности, особая память, особые какие-то хорошие воспоминания. И каждый раз, когда проходишь мимо, невольно, конечно, об этом думаешь. Но для меня самое главное, это вы знаете, я в протяжении все свои 41 почти лет, мы с семьей, я говорю не только с Анной, а с родителями, мы, в принципе, переехали, по-моему, 20 квартир примерно. Так что я привык быть кочевником. Для меня самое главное, это что? Центр, который в сердце. Ум, сердце, это самое главное. А где живешь, где у тебя дом, это уже я как черепаха, наверное. У нас в районах Иерусалимских действительно ты не можешь жить сам по себе. Ты обязательно живешь в окружении соседей, каждый за всеми смотрит. И ты должен соответствовать тому типу и образу жизни, который в этом районе принят. Так вот, в этом районе, где мы живем, как раз принят свободный образ жизни. То есть здесь живут иностранные работники, которые ставят елки на Рождество. Здесь живут религиозные евреи, которые в свои праздники ходят, допустим, со своими пальмами на Суккот. Здесь живут арабы, мусульмане. Арабов-христиан, к сожалению, практически нет. Ну, может быть, какая-то одна-две семьи, мы их не знаем, к сожалению. Но, тем не менее, здесь настрой такой. И живут светские израильтяне, которые вообще ко всем относятся хорошо и интересуются, так сказать, разными культурами. И нету ксенофобии в других районах Иерусалима, к сожалению. Тебе нужно соответствовать, тебе нужно как пазл войти в это общество, иначе тебе будет некомфортно. Тебе придется притворяться, тебе придется подстраиваться. И вот как раз от фарисейства и лицемерия мы наших детей хотим избавить. Поэтому выбираем этот район. А мы подошли к знаменитому месту. Все, кто смотрели когда-либо наши выпуски, я шучу, кто верные друзья, кто смотрит уже наш блог два года, помните первый локдаун, помните знаменитый садик, из которого я вела первые свои тогда выпуски блога, где рождались всякие потрясающие темы у нас с вами для разговоров, где мы начали читать Евангелие вместе. Вот это все тут. Теперь здесь живут совсем другие люди, садик, видите, очень сильно изменился, цветочков нет, но зато лавочка такая появилась. И эту квартиру наш хозяин продал. И это еще одна причина, в которую мы так часто переезжаем. В Иерусалиме идет большая движуха с жильем, оно беспрерывно дорожает, и, соответственно, хозяева очень стремятся поскорее и поскорее продавать, продавать и продавать. И вот эта наша квартирка, где мы жили, ее продали за 3 миллиона 200 тысяч шекелей. Это практически миллион долларов. Соответственно, за такую цену мы ее купить и близко не могли, поэтому мы и переехали. Правда, сейчас мы переехали немножко по другой причине. Это временное жилье, то, где мы живем сейчас. Позвольте пока оставить тайной, какие перемены и приключения нам грядут. Вы обязательно обо всем узнаете в свое время и поймете, почему нам необходимо было переехать на эту временную квартирку. Об этом мы расскажем. Вы ведь спутники наши по жизни теперь уже так, и, соответственно, в свое время все покажем и расскажем. Но пока ограничимся тем, что это временно, потому что действительно мы сняли сейчас очень маленькую квартиру. И многие уже в Инстаграм и в других соцсетях, кто узнал о нашем переезде, написали, почему только две спальни, как же вы 6 человек помещаетесь и так далее. Во-первых, помещаемся очень даже неплохо, хотя квартира и маленькая избавились от очень многих вещей. Просто вот в этом секрет. А во-вторых, есть к этому причина и необходимость. Это временно. А мы идем по улице Асаэль, и вот это как раз улица, где по правую сторону это арабские дома, с левой стороны это еврейские дома. Это у нас восток, слева запад. И вот так вот друг напротив друга здесь живут, и никаких здесь проблем, в принципе, не бывает. Ну, кроме тех моментов, когда бывают антифады или очень тяжелые обострения, бомбят газу. Вот да, тогда здесь бывает, что кидают коктейль Молотова на балконы, естественно, арабы, евреи. Бывают здесь столкновения. Ну, вот в таких домах живут иностранные работники, те, кто работают в различных организациях международных, журналисты, врачи, самые разные, кто приезжает в Израиль на работу, в командировку. Вот такие апартаманы они снимают. А справа это как раз арабские дома. Вот так живут местные арабы, иерусалимцы, жители Абу-Тор, которые здесь живут, так сказать, испокон веков. И на землях своих бабушек, дедушек строят такие дома. Обычно это всё строится в складчину, не один год. Поэтому тут, в общем-то, нельзя сказать, что здесь прям очень богатые люди живут. Но, конечно, не бедные в Иерусалиме, совсем бедных, в общем-то, у нас нет. Потому что всё равно земля и дома стоят дорого, даже в арабских деревнях. Хотя в арабских деревнях дешевле, чем в еврейских районах. Вот. И верхний Абу-Тор – это действительно состоятельные в основном люди, мусульмане. Это дома мусульманские. Здесь, например, кстати, в одном из этих домов живёт шофёр-патриарха. Поэтому мы частенько видим здесь машину патриарха. Эта улица, мы с этой улицей познакомились как раз, когда пришли в гости к друзьям моей дочери Марты. Тут жили родители одной из её одноклассниц, которую Марта знает с раного детства. И вот, в принципе, эта одноклассница сейчас с родителями, они живут, переехали в Италии. Да, вот они до этого жили много-много лет. На этой улице мы иногда к ним ходили в гости. И как раз тот дом, где мы живём сейчас, это как раз тот дом, где жила та самая Мартина подружка. Так что тоже то, что очень важно для нас было, что вот здесь живут очень много одноклассников. И у Марты, и у Эмилии. Конечно, как только начался ковид, очень много из них стали уезжать отсюда. И детям это было, конечно, очень грустно. Надо понять, что наши дети, они ходят в международные школы. И, естественно, там есть местные дети, и они как бы не собираются никуда. Но есть очень много детей, которые живут здесь на год, два, три, четыре, пять. И потом, конечно, уезжает командировка в других местах. А то, что важно, чтобы мы и наши дети тоже не жили далеко от этих детей, потому что иногда дети хотят после занятий в школу поиграть со своими ровесниками. И если жить, например, в какой-то совсем удалённый израильский район, этой возможности, конечно, нет. Также добираться до школы, а наша школа находится в центр города Иерусалима. Если мы будем жить слишком далеко, дети просто будут опаздывать в школу, или им придётся встать в пять утра, и это, конечно, для нас нереально. Получается, мы ради того, чтобы дать детям определённое образование, определённый образ жизни, и также, чтобы они не комплексовали за то, что они исповедуют христианство, за то, что они каждое воскресенье, каждое воскресенье ходят в храм, и тут надо понять, что израильские работодатели, израильские школы, для них воскресенье – это обыкновенный рабочий день. Я тут не в осуждении. Я знаю, что у нас есть личные друзья, которые, в принципе, приняли вот это решение и отправляют своих детей в израильских школах, и нормально, всё нормально. Они ходят в субботу в храм, и они, может быть, христиане даже лучше, чем мы. Но для меня это сразу, когда мы с Анной стали жить как муж и жена, и как бы родились дети, у меня это было понятно, что я хочу, чтобы… Может быть, я самый последний грешник, но, тем не менее, воскресенье для меня – это святое. Более того, когда мы даже работали с паломниками, одно из наших условий было, что мы воскресенье… Даже если мы с паломниками не работаем, это, конечно, не всегда так получилось, но мы старались делать именно так. Кстати, вот как раз машина нашего Иерусалимского патриарха и водитель. Многие из вас удивляются, почему мы не отдали детей в израильскую школу. Дело не только в воскресном дне, что, конечно, очень важно и критично, дело ещё в самом образовании. Нет, я не фанат британской системы образования, хотя именно по ней учатся мои дети в англиканской международной школе. Просто в нашей школе есть плюрализм мнений. Скажем так, школа христианская, она религиозная, протестантская, но она именно направлена на дружественное отношение к абсолютно всем христианам и всем иноверцам тоже. При этом, проповедуя христианские истины, рассказывая детям о Ветхом Новом Завете, никто никого не принуждает, не заставляет и мозги не промывает. В израильской же школе первое, что мне не нравится и что не нравилось Рафаилу сразу же, это именно промывка мозгов. То есть определенная идеология, в которую твой ребенок должен вписываться. И если он не вписывается, то он будет изгоем, он будет врагом народа, ему даже могут объявить бойкот, что не раз и было с друзьями, с детьми наших друзей. Или ребенок в лучшем случае становится чужим в семье. То есть он принимает идеологию сионизма и иудаизма, поскольку все ребятки такие, учителя и все такое дружное, израильское, но он тогда становится чужим в своей собственной семье, если его семья придерживается других взглядов. То есть иными словами, опять же, наша школа очень дорогая частная школа, мы вкладываем деньги туда, а не в покупку жилья. И поэтому мы не берем ссуду в банке ипотеку на покупку жилья здесь, и не вкладываем все в дом или в квартиру, потому что мы считаем, главное вырастить детей со свободным мышлением и со свободным добровольным исповедованием своей веры. Христианство в нашем случае, православие, да? Дело в том, что Анна не все еще сказала. Я сразу принял решение, что мои дети в израильскую образовательную систему не пойдут, хоть я уверен, что для очень многих как бы это прекрасно идет. Дело в том, что в любой школе всегда это очень важно, чтобы ребенок был в системе, но в израильских школах это так особенно. Например, я. Я извиняюсь, я полиглот, я не говорю, что я самый большой гений, у меня есть очень много дырки в образовании, но тем не менее. Представьте себе, поскольку я был бунтарь, поскольку очень много вещей мне не нравились в религиозно-еврейскую школу, они отправили меня в школу для каких-то как бы умственных ребят, отсталых учеников. Представьте себе такое. И если бы моя Марта или Эмилия, или Рут, или Касси вот вдруг начали в израильской школе проявлять какое-то как бы что-то, которое для них не совсем по их понятиям правильного, сразу они будут говорить, надо им дать риталин, надо им дать лекарства, надо их к психологу, надо их к психиатру, надо их отправлять в отдельную образовательную систему для перевоспитания. Кому интересна эта грустная тема в подробностях, на моем канале лежит фильм «Православные израильтяне. Жизнь с крестом». Посмотрите его, там как раз одна из героинь этого фильма, это вот женщина, которая прошла все прелести образования в израильской школе с ребенком, который отличается от других, отличается вероисповеданием, характером, темпераментом, образом мысли, ведь все же дети разные, языком, да, опять же, нам с Рафаэлом было крайне важно, чтобы в нашей семье дети отлично знали английский язык. Дело не в только в хитрых, у нас нет хитрых карьерных планов, чтобы они потом могли себе сделать хорошую карьеру за границей, хотя мы об этом тоже думаем, да, чтобы учиться в любом хорошем университете в любой стране мира, в России в том числе, нужно отлично знать английский язык, правда же, в разных областях. Не в этом дело. Дело в том, что английская культура в нашей семье живет очень прочно, у Рафаэла мама во многих поколениях англичанка, Рафаэл с детства говорил прежде на английском, потом уже на других языках, и английская литература, культура, эпос, фольклор, все это близко не только ему, но и мне, поскольку я выросла в английской спецшколе и с мамой, которая тоже знала и очень любила английский язык, английскую культуру, соответственно, для нас этот мир близок, и мы, как нормальные родители, не могли не передать детям то, что близко нам. Так же точно, как русская культура. Наши дети прекрасно говорят по-русски, и читают по-русски, и старшие даже пишут по-русски. Так что вот ради этого мы в нашу школу влезли. Ну, а теперь мы уже почти подошли. Вот, собственно говоря, наш дом. Сейчас мы в подъезде снимать не будем, там не очень хороший свет. Сейчас мы окажемся уже прямо сразу в нашей новой квартире. Та-дам! Вот она, наша новая квартира. Очень необычная. Когда я ее увидела впервые, у меня было такое не в том дело восторг, а я не знала, что вот так можно организовать жилое пространство. Скажем так, было такое удивление, а потом я поняла, как же это удобно. Рафаэл меня просветил. Это называется Нью-Йоркская квартира. То есть вот так устроены квартиры в Нью-Йорке, в больших домах, небоскребах. Многоуровневая, да, то есть получается. И вот, соответственно, здесь у нас вот такой большой холл, ну, как, наверное, можно назвать гостиная. Футбол здесь стоит действительно немножко не к месту, но он хозяйский. Мы его никуда убрать не могли, соответственно, мы с ним дружим. Вообще все, что вы видите здесь, не наше. Это все было сразу в квартире, и она сдавалась с мебелью и совсем-совсем необходимым. Тут же из гостиной мы попадаем с вами в кухню. Так. Здесь фотография, которая смутила народ в Инстаграме. Сказали, надо убрать, дядя курит, что вы делаете, у вас дети. Это не дядя курит. Это король Хусейн и Рабин, король Иордании и премьер-министр Израиля, которые дружили. И вот при них тут был мир. Они стремились к миру, и к нормальному взаимодействию, а не вражде. Поэтому для наших детей эта фотография, это символ невозможного, символ дружбы между еврейми и арабами. Вот. Мы тут гости из будущего смотрели. А, кстати, да. У нас здесь телевизор хозяйский стоит, поэтому мы с детьми смотрели «Гостью из будущего» на большом экране. Очень их впечатлило и, кстати, понравилось. Теперь здесь пианино. Что мы готовим? Мы готовим калятки. Вы угадали. У нас будет в этом году даст Бог опять рождественский концерт для вас. Тут мой офис. Кстати, вот это моя мебель, мой стол рабочий, который, вы помните, из прошлой квартиры. Он Рафаила стоял в кабинете. Вот. И, кстати, очень удачно встала. Здесь у нас детский уголок. Касенькин. Это Касенькино царство-государство с ее игрушечками. Так. Единорог ее любимый. Юникорн. И здесь такой небольшой балкончик а-ля садик. Если бы эта квартира была наша, так скажем, ну, предположим бы, вдруг зачем-то мы бы ее купили, то, конечно, здесь можно, представляете, да, как все зарастит зеленью и будет, конечно, очень симпатично. А так это вот такая яма. То есть здесь со всех сторон стена. Вот. В Иерусалиме многие дома имеют вот такие сады в виде вот такой вот ямки. Сам дом, да, отсюда могу показать. Мы на первом этаже получаемся. И дальше вот над нами еще в доме нашем живут исключительно иностранные сотрудники и даже одна девочка из Касиного класса школы маленькая. Так что вот мы здесь с одноклассниками оказались. Ну вот. И дальше здесь две спальни. Одна спальня вот здесь, другая спальня вот там, вот в Касину кроватку. Видите, это спальня Моя, Рафаила и Каси. Девочки здесь. И здесь две ванных. Одна на первом этаже, одна на втором. Вот сейчас. Это вход, да, это дверь, через которую мы с вами вошли. Вот одна ванна на первом этаже, одна на втором. Вот ту, которая на первом. Я вам сейчас покажу. Да, здесь стиралка и сушилка. Видите, как все очень компактно придумано, продумано. И вот такая ванна, как в отеле немножко. Здесь же туалет тоже, да, вот такая вот. Здесь комната девчонок, расхардаш, коробки. Мы еще не все успели разложить. А наверху наша. Я бы скорее даже вот эту фотографию убрала. Знаете почему? Это шедевр. Я знаю, это Рокфеллер-центр фотографии 30-х годов. Она меня пугает, потому что я спорила с Рафаилом, я говорила, нет, это фотомонтаж, это сделано в голливудской студии. Нет, это реальная фотография. Я узнала в интернете, друзья, это рабочие сидят на высоте 260 метров над Нью-Йорком. И даже вот этого правого идентифицировали, кто он, это рабочий из Словакии, который эту фотографию послал своей жене, из газеты вырезал и написал «Не переживай, дорогая Маришка, как ты видишь, со мной все в порядке, потому что я по-прежнему с бутылкой». Вот. Так что вот эта фотография меня пугает, у меня начнет кружиться от нее голова. Небольшая уютная кухня, посудомоечной здесь нет, так что ручками, ручками моем. И вот такое наше житье, бытье. Ну что, дорогие мои, мы пытаемся показать вам и объяснить честно, поскольку вы даете нам ваше внимание, и мы тоже, соответственно, даем наш, как сказать, вот такой отсчет, да? Искренность и прозрачность для блогеров это очень важно, и мы рады, что можем разделять свою жизнь с вами, но стараемся, чтобы в этом была какая-то польза, не пустая болтовня. Надеюсь, что из этого выпуска вы тоже почерпнули какие-то мысли интересные по поводу воспитания детей, по поводу того, во что, наверное, должны родители вкладывать. Любой выбор это тоже какой-то жертва, потому что ты выбираешь одно, лишаешь другого. И не переживайте, наши детки не грустят и не страдают от переездов. Во-первых, они к ним привыкли, во-вторых, они говорят мне в откровенных разговорах, что даже интересно постоянно новые квартиры, новые улицы, это даже в этом есть какой-то момент такого приключения для детей. И они учатся не привязываться к вещам, потому что каждый переезд мы раздаем вещи, мы отдаем в нашу христианскую общину, в Ашкелоне, в Аждоде, где многие бедные люди с удовольствием берут и одежду, и лишние игрушки. В монастыри тоже отдаем, мебель, например. Соответственно, дети привыкают к тому, что вещи это не кумиры в доме, а существует как бы круговорот вещей в природе. У них есть цель, назначение и ограниченный срок вот их пользы. Не они нами владеют, а мы ими, поскольку нам это нужно. А когда не нужно, мы спокойно с ними расстаемся, отдаем их и живем дальше. Ну вот, мы прощаемся с вами, надеемся выходить в эфир как можно чаще и держать вас в курсе всего, что происходит. До свидания. До свидания.